Веди машину не так, словно тебе принадлежит улица, а так, словно тебе принадлежит машина. Это выражение может стать отличным руководством к действию для белорусских водителей. Во всяком случае, это изречение не мешало бы выучить на зубок водителю этого белого микроавтобуса. Дело было в Могилеве, в районе спорткомплекса «Олимпиец». По неизвестным для автора этого видео причинам водитель буса при обгоне решил, что расстояние в пару сантиметров от обгоняемой машины – это нормально. На самом деле, это создание аварийной ситуации. Хорошо, что в этот раз без последствий. А еще белорусские водители в совершенстве выучили прием «обгони машину и перед ней нажми на тормоз». На широком Пушкинском проспекте в областном центре это происходит частенько. Водитель темного хэтчбэка уверенно подрезает и сразу же бьет по тормозам. Видимо, испугался, что на пешеходной переходе может появиться человек. А вот что бы было, если бы автор ролика не просчитал ситуацию? Страшно подумать. А эта ситуация – классика жанра. Могилев, проспект Мира, вся парковка возле подземного перехода занята. Но нашего героя это не пугает, ведь не зря современные авто оборудованы аварийной сигнализацией. Как раз для случая бросить машину прямо на проезжей части и отправиться по своим делам. Да, неуважение всех и вся чистой воды. Водители на Могилевских дорогах самые находчивые. Только они могут, обогнав колонну авто, ждущих свой сигнал светофора, пристроиться впереди всех. Вначале это делает водитель темного универсала, а через несколько секунд его обхитрил другой находчивый трапыга. Такие маневры на улице Морчанского в областном центре – обычное явление. Пора с этой традицией что-то делать, пока беда не случилась. И в заключении. Одной новой дорожной загадкой в Могилеве стало больше. Находится она на съезде с улицы Черюскинцев на улицу Космонавтов. Дорожная разметка говорит – можно повернуть направо. Знак утверждает – нет. Как же быть в этой ситуации? Присылайте свои дорожные истории в рубрику «Автомат». Наш адрес – рубрика «Автомат» в одно слово «собачка.тут.бай». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова